Здравствуйте, это Укрлайф ТВ и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер медицинский центр призма. А мы продолжаем наш стратегический форум, как и обещали каждую среду в 11 утра. Пожалуйста, присоединяйтесь. Итак, сегодня наши гости. Юрий Чудновский. Юрий, здравствуйте. Владимир Никитин. Владимир, доброе утро. Тарас Бебешко, здравствуйте. И сегодня вместо Сергея Датюка у нас Сергей Сорока, который является экспертом по вопросам госуправления. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, о чем будем говорить, традиционно уже спрашиваем у наших участников. Прошу вас, кто начинает. Я начну. Мы сегодня будем говорить про цензовое общество. Так или иначе, мы уже обсуждали этот вопрос и рассказывали про институцию. И говоря о том, что мы хотим построить думающее общество. И о том, говоря, что решения должны приниматься каждым участникам принятия решения на уровне не выше его компетенции. И в этом самая главная суть и вопрос устройства цензового общества. Цензовое общество здесь имеется в виду не общество, в котором царит цензура, а общество, в котором каждый принимает решения, каждый участник управления, имея соответствующий образовательный ценз. Проходя и имея этот ценз, который дает ему возможность занимать ту или иную позицию в управлении. Но следующий вопрос. Ну хорошо, это на уровне лозунгов, это все прекрасно. Пока спорно, что это прекрасно. Пока просто оставляем как можно. Ну да, пусть в депутаты идут водители, телохранители и все остальные решают за нас нашу судьбу. Это, конечно, очень привлекательная система. Любовницы. Много раз уже про все это наслышаны. А министры пусть заявляют о том, что они дебилы в экономике. Ну да, если нас это устраивает, то тогда этот тезис спорный. Если нас это не устраивает, то тогда придется задуматься о том, чтобы люди принимали ответственные, профессиональные решения. И компетентные. И компетентные. И тогда вопрос стоит, как это сделать. И еще вот я на входе в эту беседу скажу пару слов. Напомню просто тем, кто только присоединился, что программа «Стратегический форум» смыслом является приглашению к участию в разработке стратегически ориентированных программ и проектов. К приглашению к партнерству и участию в разработке. Формат присоединения мы объявляли. На сайте FFF Lab Space есть минимальная анкетка для присоединения. На сайте Foundation for Future. Просто к нам присылали некоторые наши зрители вопросы, где это можно найти. И поэтому, когда вы говорите FFF, это все-таки непонятно. Foundation for Future. И каждая из программ этого цикла будет посвящена одному из стратегически ориентированных замыслов. Так вот, сегодня это замысел. Он имеет некоторые концептуальные проработки, но это только замысел. Он не воплощен сейчас ни в законы, ни в институты, ни в образовательные программы. И это все предстоит сделать, чтобы это могло в принципе стать реальностью. Я правильно понимаю, что Сергей Сорока будет координировать или возглавлять направление, которое будет заниматься разработкой этого направления? Давайте не употреблять слово возглавлять, а координировать. Координировать. Вот у нас с нами будут здесь координаторы или модераторы направлений. Вот это направление. И мы обещали, что мы будем производить ротацию нашей выступающей группы, представляя каждый раз координатора направления. Ну, наверное, Сергей там пару слов об том, или Африканович. Ну, я хотел сказать несколько замечаний. Юра подчеркнул, но я не думаю, что все это услышали. В комментариях к нашим предыдущим частям, вероятно, мы виноваты, не акцентировали это. Непонятен вопрос о том, что общее управление, соуправление и соучастие относятся к общему достоянию. В нашей Конституции, в наших разработках частная собственность не только допускается, но приветствуется и поддерживается. И поэтому вопросы цензирования относятся только к системе управления, а в бизнесе, к общим достояниям. А в бизнесе или в искусстве, в публичной жизни, пожалуйста, двигайтесь каким хотите путем. Это ваше дело. И этим мы отличаемся от обвинений нас в социализме, что мы хотим все опять поделить, разделить и выстроить. А вас уже обвинили в социализме? Не один раз. Повескнуло вам все, что-таки? Поэтому я делаю это. Нет, нет, не только в социализме. И в фашизме уже обвинили. Дальше не надо перечислять, что вы еще могли, потому что я с ужасом думаю о чем. Нет, это интересно. Вот как бы потом выписать в столбик, в чем нас обвинили. То есть поэтому мы частную инициативу, частный капитал поддерживаем и допускаем там максимальную свободу. Но вопрос управления общим достоянием мы хотим привести в некоторый достаточно жесткий порядок. Это не является, пардон, новацией. Так устроено всякое общество. Вот система наиболее устойчивая китайского управления была построена на том, что чиновники все сдавали экзамены. И возможность получить место в уездном начальнике или начальника округа или всего зависело от того, какой экзамен ты сдал. Вплоть до экзамена в присутствии императора, где можно было или получить место академика, что считалось выше, чем почетно, или поручение, или губерния. Ну, большой край в управлении. То есть у них то в систему управления жестко была привязана к сдаче экзаменов. И это продолжалось тысячи лет. Мы эту систему пытались повторить в науке. В степени ученые это есть тоже ценз, который позволяет руководить проектами, направлениями, занимать определенные должности. В науке это сыграло как хорошую, так и плохую роль. Хорошую в том, что действительно оно заставило многих трудиться, писать работы, доказывать свой уровень. Чтобы повышать свой уровень. Да, с другой стороны, оно перекрыло во многих случаях возможности свободного мышления. Но мышление – это не управление. Вот в области мышления, цензирования – вопрос сложный и спорный. В области управления, если мы сошлемся на китайцев, римлян или индусов, это традиционно, понятно и всегда делалось. Африк Анатольевич уже упомянул римлян. Мне все-таки ближе европейский какой-то опыт, наверное. И в этом плане я хочу сказать, что в Римской Республике была очень сильно развита система цензов и прохождение этих цензов. И в частности, именно оттуда мы получили такое словосочетание, как кодекс чести. Потому что вот эта цензовая структура в Римской Республике называлась кодекс онорум или кодекс чести. То есть речь не идет о какой-то иерархизации. Это градация компетенций и связанная с этим ответственностью, что выражается через честь. Через честь и авторитет в обществе. Для римлянина высшим признанием прожитой жизни было получение должности цензора. Это считалось высшей и почетной, чем должность консула. То есть по нашему понятию это выше, чем должность президента. Цензоры это были люди, которые были авторитетны и которые следили за в Римской империи, за соблюдением законов и за соблюдением общей атмосферы нравственности и выполнения, в том числе, кодекса чести. Их было мало. И это было очень почетно стать цензором. Ну вы как-то так слишком... Все-таки Сергею мы дадим хоть слово сказать. Теперь, пожалуйста. Да, африканы совершенно правы. И то, что мы говорим о цензировании, но касается только управления, общим достоянием или то, что сейчас называется государственным управлением. И в последнее время происходят в этой сфере вообще очень интересные вещи, не только в Украине. В Украине тем более интересные вещи. У нас произошло на такие две такие за последние 20 лет два таких движения, две вещи. То есть первое, система госуправления, система госслужбы инкапсулировалась, закрылась и стала закрытой системой. Туда попасть и сделать там карьеру чужим стало практически невозможно. А второе, политическая система стала перевернутой пирамидой. То есть там тут как раз проблема в том, что социальные лифты действуют не для самых компетентных, не для самых умных. И на высшие посты политического руководства часто у нас попадают не самые компетентные, не самые умные люди. И проблема в том, что система госуправления, которую управляют такие люди, она не может быть более сложной, более компетентной, более профессиональной, чем те люди, которые ею управляют. Вот эти два таких процесса, взаимоисключающих, но очень важных, происходили в последнее время. Но после революции гидности, после 15-го года, новым законом про госслужбу, мы попытались открыть систему госслужбы и ввели конкурсы на все должности в госслужбе. И декларируется, что на основе компетентности, то есть проводятся конкурсы, проводится тестирование. И опять-таки проблема в том, что система всячески препятствует развитию вот таких... Это прямая, скажем, примеры отбора на цензирование, то есть на основе компетентности. Но не работает, потому что система профанирует. А последние полгода, за ширмой коронавируса, конкурсы на госслужбу вообще отменены. То есть они просто, это профанация, это просто не проводится. И сейчас, по-моему, 2000 должностей, в том числе высшей категории А, заняты без конкурсов, просто вот кто понравился, лояльными и так далее. Вот это тоже проблема последних движений, последних тенденций в этом направлении. Вот из того, что вы сейчас сказали, сразу возникает вопрос. Если не удается отбирать, и это уже сейчас проблема, то почему вот в случае, если мы введем это цензирование, это будет проще, это будет эффективно, это будет работать? В чем будет ключевое различие? Как это можно... Если есть проблема, она не решается. Почему она вдруг тогда решится? Мы же находимся сейчас в цикле, и мы говорили, что в этой системе, в существующей, изменить ничего нельзя. Она замечательно сделана для распила общего достояния. В этом смысле она работает идеально и не допускает никаких изменений в основном процессе. Именно поэтому мы говорим, что надо менять Конституцию, надо менять всю конструкцию и перенаправлять ее с распила бюджета на работу во благо. Понимаете, вот тут есть все-таки какие-то, как для меня, моральные аспекты того, о чем вы говорите. То есть мы же не можем взять общество, о котором вы сейчас говорите, где там государственные служащие приходят только на очень маленькую зарплату, потому что потом они могут... Это миф, что там очень маленькие зарплаты нет. Хорошо, но вот они приходят туда, и многие из них там действуют в своих интересах. Если это так происходит, то почему вдруг одномоментно, когда мы поменяем Конституцию, все станут высокоморальными и перестанут вообще... Неморальными будут существовать нормы прохождения и занятия соответствующих мест, определенные цензом. Все. Ну, мы проектируем... Ну, во-первых, ничего одномоментно не происходит. Поэтому у нас есть направление образования, которое еще будет представлено в свое время. И это направление ориентировано в том числе на поддержку реализации идеи цензового устройства, системы управления. Там это делается вообще как организация образования. Там закладываются основы, как работы с собой, работы с другими. То есть там закладываются другие основания, на которым считается, кто такой образованный человек. Это начинается с самых низших уровней, с постановки грамотности и так далее. Там возникает особое исследование, аналитика, каким образом это в обществе происходит и должно происходить. Предусмотрен институт цензирования. Это вот то, что общее между нашими группами образования и цензирования. Институт цензирования – это место, где вырабатываются цензы для всех уровней. И эти цензы, так как они очень значимо утверждаются на стратегическом форуме, а содержание цензов обеспечивается вот этой системой, которую институт поддерживает. Независимый институт, не связанный ни с госслужбой, ни с чем. И в этом институте разные испытания для каждой ступени цензов. От ценза, который позволяет вам участвовать в голосовании, быть гражданином, где нужно просто знать конституцию, и как устроено общество, и чем ты как гражданин обязан, и какие у тебя права и так далее. Для ликбеза, он обязательно, если не сдал его, тебя не допускают голосование. Ты не допускаешься к первому уровню управления. То есть, еще раз, если ты не сдал экзамен, ты не можешь проголосовать? То есть, вы хотите забрать у всех право без этого экзамена? Почему забрать? У всех открыто это право. Открыто, и оно поддерживается. Почему я должна сдавать экзамен, чтобы иметь право голосовать? Для того, чтобы водить машину. Вам надо получить право? Ну, конечно. То же самое, а чтобы управлять государством? Ну, голосовать же, это же не управлять государством. Это ответственное решение. Пожалуйста, вы все получите, кроме этого. Все доходы, все, никто вас не ущемляет. Республиканская доля и все остальные блага. Мы же говорили о двух типах граждан. Нет, подождите, вы серьезно говорите, что вы хотите разрешить голосовать, даже не быть избранными, а избирать, тем, кто сдал экзамен? Вы сейчас вот это правда говорите? Да. Ну, немножко не так. Немножко не так. Может быть, конечно. То есть, мы в нашей конституции инновационной, мы ввели понятие ответственных гражданин. То есть, ответственных гражданин. Чтобы стать ответственным гражданином, надо иметь какое-то базовое образование, как минимум. Вот это базовое образование и понимание государственного устройства. Ну, и надо подвести... И муниципального, поскольку давайте не отделять одно от другого. Да, вот это те минимальные требования, чтобы быть ответственным гражданином и иметь право голосовать. Можно назвать это экзаменом. Можно назвать это экзаменом. Это гражданин, который пользуется защитой государства, имеет паспорт. Пожалуйста, не сдавайте экзамен. Но вы не имеете права выбирать тогда. И участвовать в управлении общим. Выборы являются участием в управлении общим достоянием. Давайте как бы по шагам идти. Да, конечно, они диригированы. А референдум? Ну, естественно. Тоже. А если это участие в управлении общим достоянием, то мы можем сделать так, чтобы это участие в управлении было осмысленным. Не по фотографии на бигборде. Не за гречку. Не за гречку. А понимать, что ты выбираешь. Ни лицо, ни персону. А какую программу? О чем вообще идет речь? Какую позицию займет? Я же много лет работая с муниципальными деятелями, бывал часто на приемах мэров, к которым приходят старики, ветераны или молодые люди и требуют поднять зарплату. Или пенсию, видимо. То есть, свидетельствует о полном непонимании устройства общества. И такой человек, который не понимает, как оно устроено, что делает президент, что делает парламент. К президенту вообще идут требования. Что должен делать президент? Требования, которые никак не входят, не могут входить в его компетенцию. Записано нельзя. И туда идут огромное количество требований это сделать. Человек должен понимать, как устроено общество, в котором он живет и голосует. Как вы думаете, сколько в Украине избирателей на сегодня? Так кто же. Миллионов. Ну, в скидку. Ну, давайте возьмем 20. 30 миллионов. 30 миллионов. Ну, давайте возьмем 25, ладно уже. Ладно, 20 давайте возьмем. 20. 20. 20. И как же вы, интересно, думаете, что вы устроите экзамен 20 миллионов? Не экзамен. Нет, не экзамен. А как вы можете выбирать? Во-первых, не сразу. Что значит сразу 20 миллионов? Хорошо, давайте сразу начнем 2 миллиона. В моей молодости, в моем детстве, в школе, был предмет обществоведения. У меня тоже был такой предмет. Значит, что-то про устройство общества нам рассказывали. И как-то мы получили в аттестате соответствующую оценку. Я же говорю, система образования. А у вас сколько там было по этой теме? Осторожно, потому что это уже на экзамен повлияет, между прочим. Я был почти отличник. Ну, хорошо закончил школу. Наверное, пятерка. У меня было 3-4. Ну, не важно. Это неинтересно. Но через систему образования. И я уже рассказывал в какой-то из программ о том, что в Стокгольме, в частности, ну, в Швеции вообще, в общеобразовательных программах, есть курс основы городского хозяйства. Поскольку надо понимать, откуда берется вода, и почему она столько стоит. И детей готовят. И таким образом вы выращиваете, заводите ответственных граждан на позиции ответственного управления. Своей судьбой и общим достоянием. Ну, и что очень важно в отношении имплементации, мы, конечно, далеки от большевистских идей. И там, значит, вот, всех сразу до основания. А затем в рамках вот тех программ, которые мы уже озвучивали, будем дальше озвучивать, предусматривается создание новых институций, новых организованностей и так далее. Там прием и вхождение будет уже, вот, как Африканыч сказал, в образовании будут готовиться к цензу. В других будут входить уже люди, которые должны будут проходить это цензирование. То есть для выполнения определенной функции они должны будут пройти цензирование. И это, естественно, вы ведь не задумаетесь, когда приходите наниматься на работу, вы проходите собеседование, вы проходите конкурс документов. Это ни у кого не вызывает сомнение. Испытательный срок. И так далее, и так далее. Да и Григорий Савыч из Сковороду вспомнил, про неравное всем равенство. То есть это будет постепенное, поэтапное проращивание через новосоздающиеся... Потому что мы много раз говорили, что многие из институций, практически все институции современной власти, не реформа придатная, не ремонтоспособная. Их надо по большому счету сносить полностью. Но чтобы их снести, необходимо прорастить иное. Такое прорачивание параллельно вне условий, основываясь на принципах дополнительности, а не конкуренции между органами власти. Занимая те области, которые на сегодняшний день власть и институты власти просто игнорируют. Впрямую, но тем не менее это важно и для общества, и для нашей экономики, и политической жизни. Занимаясь этими, организовывая эти вопросы и запуская туда цензовое устройство, это будет самый мягкий путь. А вы уж сразу про всеобщее голосование, выборы президента по цензии. Причем, кстати, скорее всего, цензирование нужно вывозить не с нижнего уровня управления, а с верхнего уровня управления. Потому что, во-первых, цена ошибки там намного выше. Цена неправильно принятых решений или вообще непринятых решений очень высока. Там проблема очень большая. А второе, у нас вообще в Украине, например, нет вообще стратегической ветви управления. В принципе ее нет. У нас нет стратегии развития Украины. И у нас нет институции, которая этим бы занималась. А как же институцию стратегических исследований? Это исследования, и там они, ну это, фактически, да, не принимают управленческих решений никаких. Они обслуживают аналитически администрацию президента. Это аналитика, а не стратегические исследования. Они готовят ответы на запросы администрации президента. И если бы я начинал реформирование в этом направлении цензирования, я бы начинал создание института стратегического управления в стране вообще, в принципе. И туда впервые какие-то начатки цензирования бы применил. То есть получается, что априори вместо, скажем, президента и парламента, которые планируют, как или разрабатывают какое-то стратегическое видение страны, так или иначе они разрабатывают, по-разному мы можем это называть. То есть будут какая-то секта мудрецов. Почему секта? Вот это интересный момент, на который вы сейчас обратили внимание. Она сказала так. Поскольку это каждый раз в обсуждении этой темы. Я знаю. Система открытая и прозрачная. Хочешь заниматься управлением по общим достояниям, иди учись. Для этого тебе все двери открыты. Не, ну подождите. Мы же хотим сейчас создать совет мудрецов, который начнет все разрабатывать и спускать. Как вы думаете, а нужен такой совет мудрецов в стране? Вот сейчас нужен? По уму. Понимаете, я, к сожалению, так часто слышу о том, что собираются люди, которые называют себя авторитетами нации, моралью нации, совестью нации, мудрецами, может быть, нации. Их так много, что уже непонятно. Там мудрецы или не мудрецы. Элиты или не элиты. Почему сами эти люди определяют, что они ум, честь и совесть и достоинство этой нации? Ну, смотрите, в наших конструкциях, а в следующей передаче мы будем рассказывать об устройстве стратегического комплекса. Нету никаких советов мудрецов. Есть открытый стратегический форум, который мы здесь и сейчас начинаем разворачивать. Открытый пока для всех. И он может стать зародышем вот этой вот стратегической проектной группы. Он здесь формируется, в открытую, у всех на глазах. Тоже, понимаете, проблема, она тысячелетняя, а не сегодняшняя. Я уже это рассказывал. Каким образом строить карьеру, продвижение и так далее. Есть показательный пример. Император Александр Второй хотел сделать реформу государственного управления. Вы же знаете, что там были ранги, 14 рангов в системе империи. Придворные, военные, гражданские. Он пригласил Корфа, который имел высший чин канцлера, который учился вместе с Пушкиным, чтобы он спроектировал эту реформу. Он ее поддержал. Суть реформы была в том, что заменить продвижение по выслуге лет образованием и заслугами. Как император не бился, класс чиновников встал поперек и через Сенат, через проволочки всю эту реформу снес. Поэтому это не может исходить из сегодняшней системы. Это должно проращиваться другая. Вот Корф, как его там не обвиняют в книжке про Пушкина, он кончил лицей, он понимал, что он делает. Нужны вот люди, которые понимают, каким образом можно сформировать эту элиту. У нас элита – это привилегированные, это закрытый класс сейчас. Я очень поспорюсь с этим. Может, в последнее время вообще все открыто? Да нет. Знаете, это есть замечательный анекдот по этому поводу, который мне очень нравится, который появился как раз после всех этих попыток сделать. Неужели наша страна стала страной новых социальных лифтов? Нет. Наша страна стала страной сумасшедших лифтеров. У нас лифтер определяет, куда ты поедешь, и как ты поднимешься на лифте. Причем это совсем не президент. Кстати, хочу добавить, что вот такая проблема, которая сейчас, вот некомпетентности, и вот этих сумасшедших лифтеров, она не только проблема Украины. Нет, нет. В мире происходят тенденции, вы видите, что, если раньше, скажем, в западных демократиях фильтром, компетентностным фильтром были политические партии, чтобы стать премьер-министром или министром, надо было, конечно, политическую карьеру доказать, что у тебя достаточно знаний, умений и навыков, чтобы управлять министерством или страной. То сейчас в мире происходит то, что через социальные сети, через вот эту массовизацию, скажем, выборцев, избирательных возможностей, то есть несистемные кандидаты, несистемные стали, в общем, руководять большими странами. Это Штаты. Большими системами. Большими системами. Это Соединенные Штаты сейчас, Трамп, да. Это Макрон, тоже несистемный, скажем, политик. Но он же был министром, почему у них системные политики? Он делает вид, что он шел под лозунгом, но вообще тоже. Но партии за ним не было никакой. Тут есть одна особенность, одна особенность. И Украина в том числе. Если президента в Штатах выбирают, и там действует большинство, и можно выбрать Трампа, то высшие чиновники, традиционно, у них проходят путь, вот как римляне проходили путь, там, Эдил, Консул, Легат и Цензор, то все чиновники крупные, которые принимают участие в системе управления, университет, аналитический центр, администрация, они все ходят по кругу, то туда, то сюда. Кандализа Райс. Это декан крупнейшего университета. Они все проходили этот путь. У них компетенция высших чиновников обеспечена другим способом. Они не выбираются. Поэтому все эти трения между Трампом и высшими чиновниками, которые совершенно по-другому были воспитаны, имеют другой уровень компетенции, чем президент. И, кстати, выбирали их тоже цензированные выборцы. Там же нет в Штатах всеобщего голосования. Там есть институт выборцев. Ну и давайте теперь я сейчас еще одну страшную вещь скажу. Как не все допущенные голосования, еще страшнее. Может, это я лучше пойду? Если что, вы сообразите на четверых. Скажи, я ничего не слышу. Люда, разве вас уже можно чем-то испугать? Боюсь, что нет. Но может, в кое-чем можно. Ну, сейчас попробую. Сейчас попробую. Я напряглась, записываю. Назначение до должности происходит через жребий из состава обладателей цензов. Равно компетенции. То есть, если вы хотите сказать, что если есть пять человек на одну и ту же должность... Которые претендуют. Претендуют на эту должность. Которые обладают одинаковой компетенцией. То решение принимается просто. Берешь пять спичек, одну из них оставляешь длинное, четыре ломаешь. Кто вытащил, тот и выиграл. Кубик бросишь. Пожалуйста. Черт возьми, так это же... Это просто. Это вот начинается рок-судьба. Рок-судьба. Впервые произносим это государственным управлением. Есть же еще. Мы нас же все время спрашивали. Вот это вот все, что вы рассказываете, понятно? Хорошо? Но олигархи же все равно скупят... Всех, я согласна. Всех. Да, ну или проведут там своих. Вот это еще один такой небольшой, но... предохранитель. Ну, хорошо. Значит, судьба за него. Нет, подожди, так они просто пятерых делегируют и все. А кто закроет другим... Вот Сергей скромно молчит, но он же знает, что они могут опять. Кто закроет другим возможность зайти? С такой же компетенцией. Ну, тут же еще первое, надо же доказать, что у тебя есть эта компетенция. То есть, если будет правильно построена система оценки цензирования компетентности, тогда, ну... Тогда человек, который обладает, скажем, в стратегическом уровне компетенции, его купить очень сложно, потому что у него совершенно другие ценности в жизни, как правило, совершенно другое видение этой жизни. Вот. И потому, то есть, эти люди, как правило, не продаются. Ну, или продаются очень долго. Ну, очень-очень долго. Вот в этом и смысл, в том числе, вот таких, таких, такого цензирования. То есть, повысим, если что, ставки. Да, ставки повысим. Ну, хоть так. Как сейчас любят говорить, с повышением центра растет твоя капитализация. Я терпеть не могу этого высказывания, да, но ты реально приращиваешь свои шансы быть авторитетен в том или ином вопросе. И авторитетен не на уровне фейсбучных лайчиков, да, а авторитетен на уровне компетенции, серьезных компетенций. Ну, вот вы знаете, Владимир Африканович, вот тут сегодня мы приводим Трим, я вот вспоминаю свою любовь к историческим книгам, и вот, когда я вас слушаю, то создается впечатление, что вы идеализируете, что там, потому что они проходили какие-то там вот ступени, они вдруг все были там честные какие-то, на благо служили стране, но ведь это тоже не так. Правда ведь? И среди них было кучу среди сенаторов, проходимцев, воров, и дальше по списку, да. То есть это же тоже ничего не гарантировало. Ну, сенат, во-первых, нецензированный был, в отличие от других. Ну, хорошо, легаты. А то легаты все были такие честные, благородные и прямо... Вопрос не в том, допускает или не допускает система ошибок. Любая система допускает ошибки. В любой системе происходят сбои, в любой системе может проникнуть жулик, обманщик. Как система с этим относится? Наша система выстроена на жуликах и на ворах. Исключительно. Сергей должен оскорбиться сейчас. Нет, он то редкое исключение, которого очень быстро система избавилась. Он работал же с кучей, мне кажется, очень даже нормальных людей, нет? Если вы занимались системой государственного управления. Конечно, да. Но система избавилась от таких людей очень быстро. Ну, не Федов на слуху, допустим, или министры, скажем, правительства Гончарука там были очень компетентны достаточно. Вот, если сейчас прошла профанация, обратный откат в компетентности, скажем, это и есть проблема Украины. Я вот работал в азиатских странах. Я не знаю, я непосредственно в системе управления Украиной не работал. Хотя сталкивался там и с управлением госслужбой, в смысле, преподавал. В азиатских странах работает система пылесоса, сбора даний с низших вплоть до президента. Это система, которая нигде не описана, которой якобы никто не говорит, но которая определяет на самом деле весь моральный климат страны. Потому что нижние должны дать высшему, высшие должны дать высшему, и у президента собираются сливки всего этого. Официально зарплаты у них маленькие, ни на что они не влияют. Это вази. Это вази. Только вази. Я понимаю, что у нас такого нет, я согласна. Я не знаю, какой у нас есть, но вот эти вещи, они и есть то, собственно говоря, что нужно избежать, проектируя новую систему. И то, что мы хотим. Мы же понимаете, когда проектировали, мы тут у вас рассказывали про свою работу над Хартией будущего Украины. Мы потратили полгода, наверное, Юра Недасова, если не больше, отвечать. У нас там занудливый был человек и каждый раз говорил, а в этом месте можно купить. И мы придумывали кучу механизмов защиты от того, каким образом нельзя купить вот эту должность, или повлиять на принятие здесь решений и так далее. Мы изначально исходили, проектируя систему управления, в защите от такого рода создания механизмов типа пылесосов. Давайте теперь немножко, Сергей, расскажет про уровни. Потому что мы цензирование, цензирование уровней, уровней. Те, которые в конституции наши. Два мы обозначили, нижний и верхний. Верхний стратегический, нижний гражданский. Давайте сверху вниз, самый верхний стратегический, ниже политический. То есть, это парламент, это министерство, это министры. То есть, это те люди, которые реально на основе стратегических решений принимают политические решения. Ниже организационный, это госсекретарии, это исполнительные органы власти, те, которые должны организовать выполнение политических решений, стратегических решений. А ниже исполнительный, исполнительский, да. И потом у нас гражданский, да. Вот этот слоеный пирог, он достаточно прост. Понятно, что... Так он и сейчас точно так же выглядит, только вверху нет вот этой стратегической... Смотрите, а есть уровень цензирования политического? Политический уровень цензирования есть? Чтобы стать депутатом, можно сдавать какой-то экзамен? Не нужно сдавать никакой экзамен. Чтобы стать президентом, нужно сдавать какой-то экзамен. Не нужно. Невозможно было даже протянуть статью о вменяемости кандидата. Тут надо сказать, что на верхних уровнях их экзаменов нет. Там другие механизмы отбора, но они очень жесткие. Экзамена президента это смешно звучит. Ну, президента у нас нет. Как это нет у нас президента? Подождите. В системе нашей. А, другое дело. А то как-то я уже думала, мы поменяли уже управление страной. Это то, что предложено в нашей Конституции. Когда мы разрабатывали хартию и делали предложение по цензированию, была немножко другая. Гражданский, профессиональный, управленческий и стратегический. Там чуть грубее было. Профессиональный, это тот, кто могут работать экспертами, аналитиками, чьи, так сказать, сужения сертифицированы. И система управления должна принять их внимание. Сертифицированные, подтверждены их компетенции. Потому что с экспертами у нас тоже очень интересные приключения. Кто считается экспертным, очень смешно. А давайте я расскажу. Я нашла уязвимую вещь во всем, что вы сейчас говорите. Болно у нас на уязвимых местах. Нет, вот это точно. Вот смотрите. Давайте себе представим, что есть человек, который профессионал в газовой сфере. Есть, например, такой. Специалист. И он такой специалист, что вы просто выше. Не профессионал, а специалист. Может быть, профессионал. И профессионал, и специалист. И вообще он лучше всех разбирается в газовой отрасли. Но это же совершенно не значит, что он высокоморален. Он легко сдаст все экзамены, о которых вы говорите. И он всегда может работать в своих интересах. Здесь есть вот одна маленькая чепушинка. Вот. Я ждала этого слова. Чепушинка. Я ждала этого слова. А когда мы говорим о компетентностных матрицах и о компетентностных цензах, это не только и не исключительно профессиональные знания. Это и знание понимания, и способность человека или неспособность работать по управлению. Это его морально-этические засады, то что называют. Это вообще что такое... История его жизни. История его жизни. И это то, что представляет из себя человек в целостной. Конечно, с акцентом на его профессиональную деятельность. Конечно. Но на понимание, что такое, например, республиканское управление, что такое... Это не только теоретические знания. Это вот, грубо говоря, анамнез собирается об этом человеке. И вот это и есть компетентностная матрица и происходящее. До недавнего времени, пока еще не была разрушена профессиональная организация общества, мнения членов профессионального союза, профессиональных союзов были кодексы, были очень существенные. Сейчас это совершенно ничего не значит. Что если архитекторы говорят, что этот совершил преступление с точки зрения профессии, можно чхать с десятого этажа. И стать главным архитектором. Да, стать главным архитектором. Хотя раньше... Но все же такие не страны. Слава Богу, нет такой должности. Приведи Господь еще такое. Хотя до сих пор для многих профессий те самые программы и сертификаты разрабатывают профессиональные сообщества. Да. Врачей и архитекторов диплом о возможности практиковать выдают профессиональные сообщества, а не институты. Им только подтверждают, что они прошли курсы. А то, что ты можешь заниматься самостоятельной практикой, тебе давно профессиональное сообщество. И тебе каждые пять лет это пересматривают. Если ты нарушил кодекс профессии, то тебя просто не допускают дальше работать. И более того, во вне... Но это уже разрушено. Но не везде в некоторых отдельно взятых еще сохранились, например, комиссии по диаметологии и врачебной этике. Да, это моральный обрак, который обсуждают моральный образ, облик врача. Есть еще очень показательный пример, потому что в первой версии законного госслужбы в перечне компетентности категория А была доброчестность. Потом убрали, потому что не знали, как вообще оценивать доброчестность с кандидатами. Что это такое? Не видели просто ни разу среди кандидатов. Не надо перегибать. Вот каждый из вас, вы откройте, что у вас написано в гугле, и почитайте, что... И потом вы себе такое доброчестное составите, что просто мама не горюй. Да нет, я прекрасно знаю, что про меня писали, что я агент ЦРУ, агент ФСБ, агент СБУ. Ну и масона, естественно. Чего себе! И что? Все, вы никуда не попадаете? И масона. Все, Владимир Африканович, все, вы никуда не попадаете. Вы вот не прошли ценз, между прочим. Так я не туда и не шел, между прочим. Ну, честно говоря, благодаря этому закону, вот я съехал, вот честно скажу, съехал от предложений должностей в свое время. Потому что вы не добропорядочный? Нет, потому что я в свое время состоял в Всесоюзном Ленинском Коммунистическом Союзе Молодежи и занимал там определенные должности. А, и что? До коммунизации я не могу, это самое... А, вот в чем доказывается дело. Ну, я думаю, как раз с ГЛКСМ не имеет никакого отношения к там доброчестности. Ну, повод, повод. Но попытка, я же о чем? Попытка была, даже, даже вот в конкурсах на госслужбу ввести вот ценз по поводу доброчестности не получилось. Ну, это очевидно было сразу. Доброчестность, гидность, это те слова, которые, к сожалению, у нас как-то из управления вообще пропали. Ну, а как их измеришь-то? Ну, это же это фанатство. А, кстати, в судебной реформе или высшая рада доброчестности вообще перестала работать, прокатила свое существование, потому что их никто не слушал. То есть власть их не слушала. Ну, она была осознана. И насколько я помню, она до Юра еще не отменена. Она не отменена, но они просто сказали, мы в этом участвовать не хотим. Да. Там написали заяву, и сейчас больше-больше не проводят. Вы знаете, у нас очень легко подводятся всякие подмены. Ну, вот под руководством на Нивской еще мы в начале 2000-х годов... Центр перспективных исследований. Да, Центр перспективных исследований. Мы активно внедряли в систему управления Украины так называемую публичную политику. Процедуры публичной политики. Мы обучали Кабмин, проходили, записывали в закон. Ну, там произошли, допустим, в нескольких местах такие очень простые подмены в процедурах. Например, при принятии решений в варианте западном, и то, что мы говорили, нужны были консультации с группами интересов и компетентными органами. Не органами, а компетентными организованностями. У нас заменили в законе словом «общественность». Общественность, это собрали нагнанных с учебы студентов. Вот, все, проголосовали, общественности сообщили. Вот такая подмена, она сразу, вот эти все процедуры, которые на Западе препятствуют принятию некомпетентных решений, у нас это все. И у нас публичная политика превратилась в набор слов. При смене следующих всех чиновников, обученных, уволили. И опять никто не знает, что такое публичная политика, процедура. И здесь еще дальше, кроме запубличной политики, здесь тянется публичная юстиция. Та область права, которая вообще у нас никак не проявлена в законодательном пространстве. И целый пласт отношений между людьми, населяющими нашу страну, между органами управления, центральным и так далее, и так далее. Целый пласт у нас и в правовом аспекте, и в политическом аспекте у нас просто отсутствует. И вот попытка восстановить это, основываясь, да, на субъективном, я понимаю, что термины доброчестность, агидность, очень субъективные понятия. Более того, легко манипулируемые, потому что всегда можно против человека сказать, он недобропорядочный, а почему? А потому, что вот про него так написали. А вот здесь вот, да, я с этим очень часто сталкивался, но вот здесь вот мы приходим к очень интересному моменту, к упрощению. Это сложно оценить, это сложно понять. А значит, мы этого вообще не будем делать. Это сложно управлять с прибылью государственными предприятиями. Продадим. Продадим. Это сложно говорить о сложном устройстве общества, многопланово, многоуровнем, сложно. Значит, все унифицируем. Вот это упрощизм во всем. В то время, как люди все больше и больше становятся разными. Все больше и больше появляется разнообразие. И этот процесс уже не остановить в связи с развитием коммуникационных технологий и так далее, и так далее. Система управления стремится к все большему упрощению. У нас. У нас. Да и во многих. Во многих странах тоже те, которые не смогли нащупать понимание, что вообще нельзя класть все яйца в одну корзину. Что именно так возникло корпоративные города-корпорации, например, в той же самой Швеции, о которых любит упоминать Юра. А у нас так вот, например, политические проекты возникают. Да. Ну. Когда перестали в некоторых странах обсуждать, что лучше частная собственность или общая собственность, слава же государственная, да, а поняли, что весь вопрос в балансе и соотношении, и взаимоотношениях, и что надо и то, и то. Да. Что вот, как с примером, с медициной, да, мы все кричали, страховая медицина, страховая медицина, и тут коронавирус. Все бы страховые загнулись бы у нас, вернее, не дай бог, если бы у нас была заведена страховая. И так уже. Вопрос в балансах и в поисках соотношений. И это сложно. Это непросто. Почему мы, например, здесь не всегда выходим с какими-то готовыми рецептами, или с готовыми моделями, или программами, а наоборот открываем этот форум для того, чтобы это обсудить. Но не обсуждать этого уже сейчас нельзя, иначе мы действительно скатимся, как я сказал в одном интервью вам, да, в рабство. Да, завтра нас будет ждать рабство. Упрощенная форма. Да, но эта упрощенная форма идет в системе управления публично, параллельно рождаются очень сложные формы невидимого управления. Я не верю в теорию заговоров, но то, что образуются сетевые и прочие группы, достаточно сложно организованные, которые принимают подлинные решения, которые реализуются не на политическом уровне, не на финансовом, еще на которые, но оно влияет очень значимо. То есть упрощение политическое, которое перестает видеть, как устроен мир, перестает видеть тех, кто реально управляет. Ну, давайте уже к выходу из программы, потому что во время. Итак, сегодня мы попытались наметить контуры второго замысла после институции – цензовое общество. Вы сказали «координируют». Вы запретили мне говорить слово «руководитель». Да, «координируют». Я вам это возвращаю. За ответочку. Попытаются создать предусловия для реализации, потому что сколько бы мы ни говорили, что надо, чтобы все были умные и красивые, просто так умными и красивыми все не станут. Вот этот вот путь, когда все будут умные и красивые, будет прочерчивать в частности группа «Цензовое общество», ну, или направление «Цензовое общество», которая сама определит, что должно в результате ее работы произойти. Закон, созданный и реализуемый институт, «Цензовая матрица» или что еще, но это будет шагом на пути к такой организации. И я правильно понимаю, что мы через несколько программ в следующем цикле уже встретимся снова с Сергеем, где он будет рассказывать о наработках, которые уже будут готовы? Мы седьмой цикл сейчас презентуем замыслы, ну, некоторое количество замыслов, сколько успеем. А в восьмой цикле образовавшиеся группы уже будут презентовать свои результаты. Тут есть еще одна вещь, мы ее не сказали, но я считаю очень важной. Мы говорили о том, как плохо устроено сегодня. Но помимо нашего предложения «Цензовое общество», сейчас очень мощная идет линия пропаганды за счет того, что появляется возможность цифрового голосования ввести прямую демократию. Все решения принимаются прямо, цифровым голосованием, без всяких компетенций есть у тебя, и ты лезешь во все вопросы, какие можешь. Мы считаем, что это страшная угроза, еще хуже, возможно, чем угроза вот этого чиновничьего беспредела. Но этой идеей все увлечены. Но как же народ получает прямой доступ голосовать за все? Это манипуляция. За все. Я просто говорю, что это такая опасная тенденция, которую мы тоже должны преодолеть. В нашей модели, если такое прямое голосование и возникает, то только для компетентов соответствующего уровня. Равный с равным. То есть, если на референдум выносится вопрос, который требует какого-то уровня компетентности или компетенции, то в голосовании принимают участие граждане, которые имеют подтвержденный уровень этой компетентности. Есть вопросы, которые будут участвовать все ответственные граждане, но это очень редкие вопросы, которые касаются всех. То есть, например, если у нас будет референдум, который будет касаться вопросов образования, то принимать в имя участие могут только учителя, преподаватели, ученые? Нет, все, кто имеет стратегический, управленческий и профессиональный уровень. Не, ну подождите, вы же сейчас сказали только те, кто имеет подтвержденный уровень. Этот уровень и выше. Уровень и выше. Все понятно. – Все профессионалы могут голосовать. – По образованию. – Вообще в частности. – Хорошо, а металлурги могут голосовать? – Профессионалы соответствующего уровня могут. – То есть металлурги по образованию тоже могут референции принимать? – Конечно. Если они имеют соответствующий уровень управленческой компетенции. Вопрос не в их профессии, а в уровне управленческой компетенции. Если это вопрос организационный, то с организационным уровнем. Если это вопрос политический, где нужны балансы интересов, то должны голосовать люди, компетенты политического уровня. Из этой отрасли. Но если касается вопроса этой отрасли. Нет, голосуют в том числе и из этой отрасли, и из любой другой отрасли, но одного уровня. Из того, что сейчас происходило, даже в конце нашего разговора, я прихожу к поводу, что Сергею Сороке придется очень активно поработать в его группе. Потому что даже страшно представить, что там можно наработать. Мы уже много сделали. В нашей конституции и институции уже эти вещи описаны конституционным языком. Многое уже сделано. Вопрос, как это имплементировать, это другой вопрос. Вот тут надо будет еще поработать. Как это в образовании, мы тоже будем рассказывать. Ну что ж, мы встретимся в следующую среду в 11 утра. Присоединяйтесь к нам. И, конечно, это был стратегический форум. Спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами. Это был Укрлайф ТВ. Конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. И нашему другу партнеру, медицинскому центру Призма. Оставайтесь с нами. Это был Укрлайф ТВ.